Привиться от гриппа и коронавируса теперь можно в один день. По словам главного внештатного эпидемиолога Департамента здравоохранения правительства Севастополя Сергея Грыга, препараты «Спутник Лайт» и «Спутник Ви» можно вводить одновременно с вакциной от гриппа или же с разницей в месяц. На данный момент против новой коронавирусной инфекции привилось более 175 тысяч человек, а против гриппа 75 тысяч. Такой принцип соблюдается не только при коронавирусной инфекции и гриппа. Есть ряд вакцин, которые мы ставим одновременно, то есть одномоментно в один день. Это могут быть тот же самый грипп с менингококом, пневмококом, с ветрянкой. Это делается именно в один день для того, чтобы процесс выработки иммунитета стартовал одновременно. Обе вакцины переносятся так же, как и все остальные. Они не вызывают никаких осложнений, а некоторые пациенты могут почувствовать повышение температуры, озноб, болезненность в месте укола, незначительные аллергические реакции. Все это, как утверждает главный нештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения, естественная реакция организма на вакцинацию. Противопоказания у прививок практически не различаются. Это наличие острого инфекционного заболевания и беременность в первом триместре. Ограничения по возрасту сняты. Если вы помните, то вначале это были лица от 18 до 65 лет, потом разрешили старше 65 лет. То есть мы сняли ограничения, верхние ограничения. Сейчас ведутся клинические испытания на завершающем этапе по вакцинации лиц подросткового возраста. Это от 12 до 18 лет. За последние две недели темп вакцинации в Севастополе возрос в 6 раз. На днях от коронавируса появилось рекордное количество людей. 2800 в день. Такой спрос на вакцинацию не затрудняет работу пунктов. Все медицинские работники направлены в первую очередь на работу с пациентами. Это и на дому амбулаторное лечение, и в стационарах мы открываем, практически каждый день открываем новые койки. И это оттягивает на себя, естественно, медицинский персонал. Вот то, что мы на сегодня имеем, вряд ли мы сможем что-либо открыть больше. Да, естественно, тяжело, есть очереди, но будем выходить из ситуации. К слову, вакцин от гриппа на сегодняшний день в Севастополе осталось не так уж и много. Они есть в 4, 5 и 9 городских больницах. Препараты же от коронавируса есть во всех пунктах. Всего это около 28 тысяч доз. Для того, чтобы появился коллективный иммунитет COVID-19 и гриппу, нужно привиться 328 тысячам и 274 тысячам человек соответственно. Такие числа можно достичь довольно быстро, считает Сергей Грыга. Против ковида нужно привить порядка 150 тысяч человек, да, и против гриппа тоже где-то в районе 150 тысяч человек. На данный момент статистика по заболеванию гриппом в нашем городе стремительно растет. Симптомы ОРВИ и подобных наблюдаются у 7 тысяч человек еженедельно.